Смотрите, Святая Библия, главная книга в мире, она отвечает на все вопросы. Для чего нам жить? Где после смерти будет человек? Одни идут в Царство Небесное, а другие в ад. Не отключайся только, сейчас отключишься сразу. Мы пришли с великой миссией возвестить, потому что здесь всякое безобразие творится. Содом и Гоморра. Мужчины и женщины. Просто безобразие. И мы говорим о Боге, о вечности, о святости. Чтобы люди жили для Бога, чисто. Вот мы строим деревню православную, у нас нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. У нас нет ни одного аборта, ни одного развода. А у секты какая-то? У секты нету крестного знамения, а у мы крестимся, это православные. И с бородой стектанты не бывают. Мы православные. Мы это кто? Как? Мы это кто? Какое-то слово непонятное. Вы сказали, мы православные. Православные, я скажу, мы это... Ну, православные, так это замечательно. А у вас храм далеко от вас? Угу. Храм далеко от вас? Нет. Ну вот надо ходить на исповедь, батюшке. Батюшке. На исповедь ходить. Потому что сейчас пост идет рождественский. Пост соблюдать надо. Как никто не ходит? Как никто не ходит? А мы ходим. А мы ходим. У нас храм рядом. У меня брат священник, протеерей. У нас все верующие. У нас без платка женщины не бывает. Все одеты два платка. Вот так вот, как хиджаби. Красивые такие. И ребята тоже. Все с бородами. Даже молодые. А как вы относитесь к атеистам? Где я нахожусь? Где я нахожусь? Мы можем вам рассказать, как Господь благословляет людей. И говорит, придите ко мне все труждающиеся, обремененные. Я успокою вас. Возьмите иго мою на себя. Иго мою благо и бремя мою легкое. И найдете покой душам вашим. Евангелие от Матфея 11, 28. А посла Евангелия от Марка, 16, глава 15 сих. Прямо об этом говорится. Ходили и благовествовали. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. А одни пойдут в рай, другие с сатаной в огне гореть. А кто убивал, что ждет того человека? Так, что вопрос? Какой? Кто убивал, говорю, что ждет того человека? Кто убивал? Убивал, защищал Родину. Если кто убивал людей, что его ждет за это? Убийцы в огне будут гореть. Но это в любой религии. Но у нас не религия, а Христос. Он прощает, кто бы ты ни был. Даже разбойник покаялся. И Господь говорит, сегодня же будешь со мной в раю. Иисус Христос взял грехи всего мира на себя и умер за нас. Спасителя нету нигде. Только у нас, в христианстве. Защищал свою Родину. Что светит человек? Я вам ответил. Я ответил. Всякий, верующий в Него, имеет жизнь вечную. Ибо не пришел Сын Божий в мир судить мир, но чтобы мир был спасен через Него. И в первом послании Иоанна 1,7 написано так. Если ходим во свете, как Он во свете, имеем общение друг с другом, кровь Иисуса Христа ощущает нас от всякого греха. Незримо в покаянии. В покаянии. А где кровь Иисуса Христа взять? Там, где есть вы сейчас. Склонитесь и скажите. Он везде присутствует. Где бы ты ни был. Скажи, Господи, прости меня. На мне такой-то грех. На мне есть грех. Когда апостолов спросили, евреи, когда распяли Христа, что нам делать, мужи и братья? Деяние апостола, 2 глава, 38 стих. Он говорит, покайтесь. И докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. И получите дар Святого Духа. Вот, три ступеньки. Я должен сейчас что получить? Покаяние. Лучше всего, конечно, если бы вы зашли в православную церковь, к священнику на исповедь сходили. Ему дана власть разрешать от грехов. Святую православную церковь. Не зазирайте. Я понял. Так, минутку, сейчас. Ты уходишь? Да, да, да. Сейчас, если хотите, подождите минуту буквально. Хорошо. Давай, ты с вокруг. Да. Господи, слава тебе. Да, благословит Господь. Давай. Дай. Аллаху. Я к Игорю себе. Включай. Включай. Стряпай. Тряпай, бой. Ну, давай. Не забывай, ты кофе, подходи. И там, переходите, не забывай. Слава Иисусу Христу. Слава Иисусу Христу. Вы святой отец? Я не понимаю вашей речи. Вы как-то отвернулись куда-то в сторону. А вам, Виталий, знаете, меня... Не, я отвернулся, потому что на втором мониторе работает. Там камера на втором мониторе просто идет. Вы верующий, да, человек? Я верующий, да. Я христианин. Православный вы? Православный. Представяете? Сектанты не крестятся, еретики. У них бороды нету. Вы священник, да? Я не священник. Брат у меня священник. Родной брат. А я просто чтец, проповедник, миссионер. 57 лет я несу Слово Божие по всему миру. Православная церковь, да? Да, православная официальная церковь. Но происхождение наше... Точно не католик? Как? Не католик. Католическая. Католическая церковь, которая от апостольских времен идет. Это католики, православные, григориане-армяне, копты и сирийцы. Все. Остальное стектанты и еретики. Амата, можно ругаться? Сохрани Бог тебя. Да что ты. За каждое слово отвечать придется. Тогда все расстаюсь, я ухожу. Потому что нам не положено даже слышать скверну. Тогда я матом не буду. Вы можете разговаривать, не ругаться? Тогда еще поговорим. Не, я сейчас даже вообще ругаться не буду. Будете ругаться, да? Не, не, не буду. Так, я могу сказать, что есть слова, которые я истребил из лексикона. Например, слово «проблема». Не поминаю. А вы в Иисуса верите? А? Вы в Иисуса верите? Ну, считайте так. Христос, да, у нас. Ну, я много лет повел занятия в пяти университетах, в тринадцати школах. Три радиопрограммы вел регулярно. Поэтому все время общаюсь с народом. И во всех отделах милиции, и воинских частях Алтайского края. А вы здесь отсидите вот сейчас? А, я нигде здесь все денег не получаю. Это все делаю во имя Христа. А почему вы здесь сидите? Потому что это место самое заразное. Содом и Гаморра. Все на блуде. И сюда Господь нас послал. Повелел идти по всему миру и пропадать Евангелие. Ибо в врачах имеют нужду больные, а не здоровые. А вы уже как-то по сексуально. Ну, я уже здесь нашел тех, которые с удовольствием слушают. Примерно 650 человек. Я не знаю, слабо, я не такой человек. Как? Я не такой человек. Ну, я же не сказал, что вы такой. Мы же делимся своими, говорится, знаниями, опытом. Как один говорит, у тебя яблоко, у меня яблоко. А вот у вас вот, молодой, ну, вам 50 лет где-то, да? А вот знаете, если я истребил слово «проблема», а заменил его словом «нерешенный вопрос», это означает очень много. Нерешенный вопрос слова? Да, это нерешенный вопрос. Слово «проблема» не употребляю. Оно выдуманное. А как? Я вам сейчас скажу коротко. Вы только не отключайтесь внезапно. Я не буду отключать. Вы извращенец. Я просто спрошу один вопрос задам вам. Ну, вы хотите узнать, как можно слово это заменить и не быть виновным? Я просто сейчас, я уже благодаря вам, вот, мужчина сказал, вот, благодаря вам, я просто матом перестал ругаться. Ну, хорошо. Если не ругаетесь, замечательно просто. От избытка сердца говорят уста. Язык – это лопата, которую выбрясывается. Что там выше нормы уже? По старославянскому как-то что-то говорите, да, или как-то? У нас церковь на славянске, не старославянске в церкви-то, поэтому мы знаем это. А что у вас, в церковь? Ну, вы эти свидетели Игуба. Ну, давайте, мы с вами встретились с ней в этой щатрулетке, где можно кнопку нажать и сразу упасть. Только перекрестился, кверх ногами все эти мусульмане валятся. Просто так. Мы беседуем с вами и едем в поезде. Я не мусульманский говорю. Да, мы едем в поезде с вами, беседуем. Я верю в Христа. Едем в поезде на… В Иисуса верим. Мы говорим о Христе, ни о религии, ни о чем. Иисус умер за грехи людей. И Он дарует прощение, потому что мой грех искуплен уже. А у вас вера какая? Вы свидетели Иеговы какие-то? Свидетели Иеговы. Это они даже хуже, чем еретики. Но недавно я написал четыре письма важных. В защиту свидетелей Иегова, которые запретили, написал президенту Путину в Государственную Думу, дальше в Министерство юстиции и Генеральному прокурору, что их гонят незаконно. Государство не теократическое. Они церковь не поддерживают, да? А они хорошие граждане. Я с ними сидел в тюрьме. Я с ними сидел, в лагере отбывал. Я знаю, какие они хорошие люди. Но они еретики для нас. С кем ты в лагере сидел? Как говорите? С кем ты в лагере сидел? Ты говоришь, я сидел в лагере. Я, по милости Божией, пожелал народ сделать образованным. А те годы нельзя было, 80-е. Поэтому я насчитал на пленку, катушки были, 50 книг, Библия, Златоуст, Жития. И потом среди книг этих 50 книг. А в интернете зарядишь, сразу выйдет Игнатий Лапкин, аудио. И насчитал архипелаг ГУЛАГ Солженицына. Первую в стране я его распространил. И дальше брал интервью репрессированных. И одно стихотворение. У меня 4 тома стихов. На Ленина назвал его бандитом. И меня посадили поэтому. Теперь я реабилитированный со всеми льготами. Ну ты какой-то это фигней не слышишь. А? Ты уже мне не нравишься. Микрофончик возьмите поближе. Прям совсем плохо слышно. Сейчас вот один. Ну вот у меня же хорошо слышно. Он у меня рядом. Ты вроде нормальный человек. Но у меня что-то такое, какую-то ахинею начинаешь снести. Что такое ахинею-то было, он знает, потому что постарше меня. Так, а раздельно повторите, что сказали. Вы постарше меня. Вконтакте? Вообще по жизни постарше меня верите в Христа, да? И какую-то ахинею несете. Ну, я же не говорю, что вы несете ахинею. Хотя я имею большее право. Потому что со мной рядом 2 миллиарда 200 миллионов христиан. И Бога Всевышнего еще признают люди, исповедующие вот эту вот религию. 2 миллиарда. На неверующих падает 8%. Сейчас, сейчас, ну-ка, еще раз книжечку покажи, я почитаю. Еще раз, покажи эту книжку. Я не пойму, что вы отворачиваетесь-то так, это плохо. Покажи эту книжку. Ты сам сейчас отворачиваешься почти. Вот если бы это было по скайпу, я бы все слышал. Там как-то хорошо слышно. По скайпу. Игнатий Лапкин, вы бы меня нашли там. Книжку покажи. Что, сейчас показываю книжку, покажи. Чего ты сейчас боишься показать эту книжку? Как жаль, я вас не понимаю. Это не библия была, это какая-то была книжка другая. А какая? И вот это вот, которую показал я. Ну, покажешь, пожалуйста. Ну, я показываю, вот смотрите. Коран? Да, конечно. Это Коран. Коран. Я написал целую книгу о Коране, сравнение с Библией. Я в Аллах не верю. У меня 38 томов вышло книг, и один том, посвященный Корану. Я разбираюсь по сурам и аятам весь. Ты изучаешь, я в Коран не верю. Ну, я не про это говорю, я говорю, что он мне знаком, только об этом. Ты сейчас мне говорил, ты православный, там все. Да. Я сейчас начну матом ругаться. Ну, постараюсь. Я вам ответил на вопрос, что там о католиках говорили, где как. Это нас. Говорили. Да. Ты сейчас показываешь мне веру другую. Нет. Не другую. Ты мне показываешь Коран. Но это мусульмане. Я до этого вам ответил, что церковь католическая. Если книжку тебе запрещено читать, а если ты православный человек, тебе, блядь, если ты прочитаешь это, блядь, ну, вроде снимать. Я должен это знать. Я с ними беседую. К нам приезжают крещения, принимают из разных стран. Я не знаю, по-настоящему человеку нельзя Коран читать. Этого нет нигде. Наоборот даже. У нас сколько мусульман обратилось, приняли крещение, стали православными. А так бы ни одного не было. Я не знаю, вот по Корану я хуй знаю. Знаете что? Вот ко мне привезли домой. Вот сюда я нахожусь. Оставляешь меня матом ругать? Подождите минутку. Вы только... Ну, можете дальше слушать-то? Я могу. Так вот слушайте. Сейчас... Я не могу говорить. Только начинаю, вы сразу перебиваете. Вот ко мне... Я не уважаю. Ко мне на дом привезли, познакомить с евреем. Природный, чистопородный. Наум Израилевич. Он у меня побыл не больше трёх часов и стал православным. Он мой крестник. Съездили в Переделкино, там он принял крещение. Сейчас стал священником, православным стал. Православные ездили там...